Дата визита нашей команды в Екатеринбург совпала с днём рождения галкипера Дина Сергея Зуева. И ровно за сутки до первой встречи с Синарой супруга и дочь Сергея устроили ему короткий, но запоминающийся праздник. Сразу после предыгровой тренировки команды, которая, кстати, проходила в манеже клуба Синара, Диновцев во главе с Зуевым ждал сюрприз. Файер-шоу в исполнении девушки-каскадёра завораживало. А по его окончании Сергей поблагодарил своих родных за оригинальный подарок. А вот игроки Синары в первом матче наотрез отказались делать подарки бывшему одноклубнику. Хотя начиналось всё для Дины очень даже неплохо. Эскердини на первой минуте открыл счёт после розыгрыша углового. Далее очередь использовать корнер дошла до хозяев. Абрамов метров с 13-ти впервые в матче огорчил Зуева 1-1. Второй мяч Абрамова и вовсе получился эстетским. Ловко обыграв Карлиниса, игрок Синары продвинулся вперёд и точно пробил в левую девятку. Рикошет от ноги Заболонкова красоты гола не убавил. И стоило Эскердини своим 50-м голом в чемпионате сравнять счёт, как тут же мы опять пропустили. Аширов издали пробил не сильно, но точно вынудив Андрея Юдина заменить Зуева на Трушкина. Если не ошибаюсь, было 4 удара по воротам и он пропустил 3 гола. Может быть где-то его вина, где-то не его вина, но в таких случаях часто тренеры просто меняют. К сожалению, изменить ход игры пушкарям не удалось. Да и Трушкин оставался сухим всего минуту. Шикарным дальним забросом Абрамова и несогласованными действиями кипера с Кутузовым воспользовался Афанасьев 2-4. Получалось, наверное, можно сказать, так всё. И с прессинга выходили, и удары, что-то все в створ сегодня шли, и голы. Наверное, всё получалось, из-за этого и выиграли. В начале второго тайма команда отменялись голами. У Дины забил Хамадиев, но уже через 15 секунд после этого Абрамов оформил хитрик, отблагодарив щедрого Бастрикова. О грехе при обороне собственных ворот Диновцы могли возместить большим количеством голов в чужие, но в этот вечер пушкарям фатально не везло. А хозяева продолжали наказывать нас за малейшую оплошность. Аширов спас Абласова 3-6. Спасти игру Дина пыталась с помощью пятого полевого, но вратарские перестановки не принесли желаемого результата. На 40-й минуте Качер перехватил мяч и отправил его в пустые ворота Дины. Забить один мяч в большинстве нам всё-таки удалось. Эскердини догнал Абрамова по количеству голов в матче. Но если локальная битва бомбардиров закончилась в ничью, то битву главную выиграла Синара. Фахрудинов и Пастриков в концовке установили окончательный счёт. 4-9. Так много в этом сезоне мы ещё не пропускали. Очень сложно говорить какие-то хорошие слова в адрес команды после такого грубного поражения. Говорить о том, что мы его заслужили или нет, я думаю, что не имеет смысла. Потому что мы сегодня проиграли всей командой, в том числе я беру ответственность полностью для себя. Как выяснилось, лучший бомбардир в Суперлиге не соврал. Дина во втором матче Синару переиграла, а сам Эскердини стал одним из главных героев. Именно бразилец после неспешного начала открыл счёт. На девятой минуте, получив роскошный пас от Хамадиева, Эскердини в ближнем бою перехитрил Викулова 1-0. По идее, забитый мяч должен был игру оживить, но на деле скорее получилось наоборот. Опасные моменты возникали редко, и зрители, пришедшие на матч, начали откровенно скучать. Лишь за две минуты до перерыва публику разбудил Андрей Афанасьев. Обыграв Хамадиева, он сильно и точно пробил Мизин. Этот гол слал для Афанасьева последним в составе Синары. 24 февраля футболист официально стал игроком «Газпром Югры». Знали, что Андрюха играет в последний матч, и ради него выходили сыграть, и он ради нас. Я ему сказал, Андрей, сыграй ради нас, мы ради тебя сыграем. И это были славы перед матчем, и на самом деле он играл, старался и забил сегодня гол. Но чуть-чуть нам не повезло, чтобы проводить нашего товарища и друга в команде с хорошим настроением. Действительно, наши футболисты подпортили настроение игрокам Синары во втором тайме. На 30-й минуте Алимао перехватил непрежний пас Аширова и помог отличиться Евгению Мишарину 2-1. После этого диновцы глубоко сели в оборону, но при этом не забывали о контратаках. Одна из них закончилась третьим голом ворота хозяев. Получив обратный пас от Карлиниса, Эскердиня снова вышел победителем в дуэли с Викуловым. За 4 минуты до конца встречи екатеринбуржцы перешли на игру в 5 полевых. Майку вратаря одел Фахруддинов. Создав несколько моментов у наших ворот, Синара отыграла один мяч усилиями Бастрикова. Одновременно сиреной даже могла вырвать ничью, но пушкарям все же удалось сохранить победный счет. 3-2. Хорошо сегодня забили свои моменты. Можно отметить, что вчера мы не забили и допустили ошибки в обороне, из этого проиграли. Сегодня забили и дожали до конца, победили, выиграли, набрали 3 очка. Половина набранных в Екатеринбурге баллов хватило пушкарям, чтобы не только догнать сибиряк по очкам, но и обойти новосибирцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. После 20-го тура действующий чемпион вышел в лидеры, хотя борьба за победу в регулярке еще впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok